Стрим, сегодня я хочу поговорить с вами про открытую экономику, про валютный курс, про то, как торгуют разные страны друг с другом и про платежный баланс. Торгуют с точки зрения именно валюты, вот что меня сегодня будет интересовать, то есть я хочу понять, как работает вообще вот это вот взаимодействие, там рубль-доллар, доллар-евро, что такое прямой валютный курс, что такое обратный валютный курс, как вообще они работают, фиксированный валютный курс, не фиксированный, плавающий, не плавающий, как устанавливается валютный курс в результате спроса и предложения на валютном рынке, что все это такое. Во-первых, давайте поймем, вообще в каждой стране своя валюта, да, каждая страна сама там печатает свои деньги, как-то с ними работает, проводит монетарную политику со своей валютой, ну то есть, например, в России вся монетарная политика завязана на рубле, из-за того, что мы пользуемся рублем. Есть страны, которые какую-то единую валютную зону имеют, например, в ЕС, да, и вот у них проблемы с монетаркой, потому что они совсем на своей валюте живут, они как бы все вместе чужую общую валюту делят, а страны, которые делают, как бы выпускают собственную валюту и с ней работают, у них получается чуть-чуть больше контроля за своей валютой, но и чуть-чуть больше проблем, связанных с торговлей с другими странами, потому что если вы хотите что-то продавать другим странам, то вы должны, получается, экспортировать, да, и вам, получается, люди будут платить из других стран за ваши товары иностранной валютой, ну или они должны будут купить вашу валюту для того, чтобы у вас покупать что-то, например, вы хотите продавать нефть, ну вы хотите продавать ее и получать за это рубли, чтобы потом эти рубли тратить внутри страны, а иностранцам для этого надо рубли покупать, и вот появляется проблема с тем, что у них-то доллары, а у нас рубли, и им нужны рубли для покупки нефти, получается, когда вы что-то экспортируете, продаете за границу, иностранцы предъявляют спрос на рубли, а вы как бы не предъявляете предложение рублей, вам-то доллары не сдались, вы не пытаетесь купить иностранную валюту, вы живете себе в России, производите нефть, продаете ее куда-то за границей и все, но проблема в том, что у вас из ниоткуда появляются лишние доллары извне, которые вам теперь надо как-то потратить, купить что-то и так далее, соответственно, вы занимаетесь импортом, или вы вкладываете деньги, про это позже, когда про платежный баланс будем говорить, идея в том, что когда вы что-то импортируете, вы предъявляете спрос на доллары, когда вы что-то экспортируете, иностранцы предъявляют спрос на рубли, и вот от баланса вот этих вот предложения долларов или спроса на рубли, в итоге будет зависеть то, какой курс установится. Давайте для самого-самого начала вебинара разделим понятие прямого курса и обратного курса. Я, кстати, хотел бы еще проверить, что звук в порядке. Давайте я это сделаю. Да, все, звук в полном порядке. Итак, прямой курс. Тут немножко контринтуитивное определение, потому что, ну, сам бы я вот в детстве, когда первый раз это встретил, мне показалось, что это не совсем логично. Мне, на самом деле, даже все еще кажется, что это не совсем логично, я просто запомнил. Прямой курс рубля, например, это что-то типа такого. 70 рублей за доллар. Такой курс называется прямым. Мне это не совсем логичным кажется, я предлагаю именно так и запомнить. Запомните, что эти формулировки нелогичные. Мне казалось логичным называть курсом рубля, самым обычным, самым прямым, стоимость этого самого рубля. Но нет, прямым курсом рубля называется стоимость одного доллара. Выраженная в рублях. Обратный курс. Какой-то валюты, например, рубля. Это 1,7 долларов за рубль. Что еще страннее, что еще нелогичнее, это то, что мы пишем 70 рублей за доллар, но при этом прямой курс имеет обозначение вот такое. USD руб. Я думаю, что читать эту формулировку надо так. Доллар за рублях, типа. Сколько стоит 1 доллар, выраженный в рублях? Вот. Ну просто проблема в чем? Типа 70 рублей за доллар, а потом читаешь USD за рубли и думаешь, не запутаться бы. И вот запутаться, это самая большая проблема здесь. Самое главное не запутаться, какие формулировки, где какой курс. 1,7 долларов за рубль, соответственно, обратный курс. Ну понятно, очевидный факт, что если эти две котировки, эти называются котировками, да, прямая котировка, обратная котировка, прямой курс рубля, обратный курс рубля. Если их перемножить, получается единица. Это очевидный факт, я его даже доказывать не буду, ну, в смысле, просто очевидно. Одно из другого выводится как 1 делить на x. Типа 70 рублей за доллар, а тут 1,7 долларов за рубль будет. Это обратное число математически. Ну что прикольно? Прикольно то, что плохо говорить словами, типа, курс растет или курс падает. Потому что давайте говорить про другое. Давайте говорить рубль укрепляется или рубль ослабевает. Давайте говорить терминами укрепляется или ослабевает. Потому что что означает, что рубль укрепляется? Рубль становится крепче, мощнее. Это значит, что 1 рубль повышается его покупательская способность. Вы теперь за 1 рубль можете больше купить всего, в том числе долларов. Это означает, что за 1 рубль, ну, рубль укрепляется, должны отдавать больше долларов. Вместо 1,7 должны отдавать что-то побольше. Это означает, что вот это число, наоборот, уменьшится. Проблема. Типа, как говорить, что курс растет? Какой курс растет, прямой или обратный? Если не указывать, какой из двух курсов растет, тогда фраза «курс рубля растет» может означать разные вещи. Обычно, конечно, имеется в виду, когда говорят «курс рубля растет», что это обратный курс рубля растет. Типа, когда говорят «курс рубля растет», имеют в виду, что рубль крепнет, что укрепляется курс рубля, он становится мощнее. Хотя при этом мы практически всегда измеряем курс рубля прямым курсом. Типа, мы считаем вот так вот, типа, мы говорим, какой курс валюты, вообще какой курс обмена рубля к доллару, мы всегда говорим про прямой курс рубля, или мы говорим про обратный курс доллара, да, соответственно, когда мы, например, говорим, рубль укрепился, или рубль вырос, вот смотрите, рубль был 70 рублей за доллар, и фраза экономиста может звучать так, рубль вырос до 60 рублей за доллар, курс рубля вырос до 60, был 70 рублей за доллар, вырос до 60. Звучит очень странно с математической точки зрения, но да, курс рубля действительно растет с 70 до 60, потому что рубль становится крепче, когда его курс становится 60 рублей за доллар, когда его прямой курс становится 60 рублей за доллар, вместо 70. Что значит крепче? Еще раз, это значит, что рубль стал больше значить, а доллар стал меньше значить, и соотношение рубля к доллару теперь более в пользу рубля. Типа, за один доллар теперь можно купить меньшее количество рублей, потому что рубли стали сильно крутыми. Если бы курс рубля прямой вырос до одного рубля за доллар, то это настолько круто, что рубли с долларами сравнялись, понимаете? Я про то, что не думайте в терминах того, что число растет или число падает. Думайте в терминах того, что валюта становится сильнее или слабее. Слабая валюта, думайте про инфляцию, думайте про низкую покупательскую способность, думайте про то, что валюта не может позволить себе купить, нельзя, короче, за рубли купить сильно большое количество долларов, если рубли слабые. Вот что такое слабая валюта. Ну и прикол в том, что никакая валюта не является сама по себе исходно слабой или сильной. Мы можем говорить только в относительном формате. Мы можем говорить, что валюта крепнет или валюта слабеет, да, курс рубля растет или падает. Мы не говорим, что он какой-то там высокий или низкий, типа потому что он не является исходно ни высоким, ни низким. Это все всегда в сравнительной степени, да. Курс рубля может быть высоким, если, типа, мы рассматриваем это на протяжении последнего года, вот он вырос и вот он теперь рекордно высокий по сравнению со всем прошлым годом. Или высокий по сравнению с тем, как он был там последние 40 лет, например. Это нормально, да, это понятно. Но просто объективно, что такое 70 рублей за доллар? Ну, высокий это курс или нет? Ну, непонятно. Если вам вот это кажется высоким курсом, тогда попробуйте, скажем, выпустить новую валюту, которая будет обозначать новый там рубль 2021 года, что в одном рубле 2021 года, такие вот красивые деревянные монеты, знаете, старорусские, один такой рубль будет обозначать 10 старых рублей. То есть вместо 10-рублевых монеток просто выпустят такие целковые такие рубли, знаете, вот этот счет древних русов, там, полушка, вот это все. И, короче, вот он, этот рубль, и вы будете, тогда курс доллара будет 7 рублей, потому что все станет в 10 раз меньше в цифрах. Вместо, там, допустим, когда Саня задолжал вам сотку, теперь это будет уже не сотка, а 10 вот таких вот твердых, червонных таких русских рублей. Тогда абсолютно такой же курс. 7 рублей за доллар. Это, типа, стал курс круче или нет? Ну, нет, вы просто все масштабировали в 10 раз. То есть нельзя говорить, что курс 70 — это много или мало. Я могу исправить это на 7, и будет, ну, ни много, ни мало, все то же самое будет с помощью просто выпуска денег, которые обозначают в 10 раз больше за каждую монетку. Итого. Когда мы будем говорить с вами про курс какой-то валюты, тут главное не путаться, где прямой, где обратный, во-первых. Во-вторых, когда я буду говорить рубль растет, это иногда будет означать понижение цифр. То есть вместо 70 будет понижаться до 60. Это рост курса рубля. Несмотря на то, что выглядит как падение с 70 до 60, это падение курса доллара. Падение обратного курса доллара. И, соответственно, падение доллара в принципе, как концепции. Без разницы, про какой мы будем говорить курс, в каком формате записи. Хорошо. Чудно, чудно. Разобрались. Следующий момент. Когда мы будем говорить на рынке валютном, что-то там, спрос какой-то, предложение какое-то, тоже надо всегда думать о том, спрос на что, на какую валюту. Например, на валютном рынке, когда вы в паре рубль-доллар покупаете доллары или продаете рубли, вы делаете одно и то же. Покупка долларов за рубли или продажа рублей за доллары, это одинаковая операция. Таким образом, агенты, которые предъявляют спрос на доллары, на самом деле являются агентами, которые предлагают предложение рубля. Спрос на доллары – это предложение рублей. Спрос на рубли – это предложение долларов. И это вообще странно. Правда, обычно там у нас есть товар, деньги, и мы такие там, крест-маршалла, спрос, предложение, пересекаем P, Q, количество товара, цена в виде денег. А тут у нас товаром самим тоже являются деньги. Поэтому если оси перевернуть, тогда получается, что если были доллары и рубли, мы перевернули, ну типа количество долларов, а цены были в рублях. Переворачиваем, теперь цены в долларах, а количество в рублях. И вот получается странная какая-то конструкция. Это, короче, два рынка очень сильно взаимосвязанных. Будем решать задачи на эту тему, да? Но мысль – вот валютные курсы – это такая странная штука. Вот так они работают, вот такое есть. Давайте, собственно, решим задачку. Нет, сначала хочу рассказать про то, как устроен Форекс. Форекс – это foreign exchange, типа иностранный обмен. Это валютный рынок. Это то место, где покупают и продают разные виды валют друг другу за другую валюту. Формальное определение, что Форекс – это, короче, система финансовых институтов и информационных систем позволяет… Да, система – система, плохо сказал. Это, короче, некоторое множество информационных систем, которые позволяют людям друг до друга эффективно доносить информацию о желании что-то купить и, собственно, заключать сделки. Короче, это что-то типа биржи. Только на бирже покупают акции, облигации и заключают сделки по конкретных товаров или каких-то ценных бумаг. А на Форексе никаких ценных бумаг, никаких товаров, ничего. Вместо этого просто обмениваются деньгами на деньги. Кому это надо? Ну, например, фирмам, которые занимаются международной торговлей. Международным фирмам, которые сырье, допустим, и сотрудников закупают в одной стране и тратят деньги в одной стране в одной валюте, а зарабатывают деньги потом в другой валюте. Им надо в больших объемах постоянно переводить туда-сюда. Например, банки, которые обслуживают кучу разных компаний в разных странах, и им нужно тоже постоянно двигать деньги из одной валюты в другую. Например, любые люди, которые импортируют что-то из-за границы или экспортируют что-то из-за границы, им тоже постоянно нужны деньги. А также, очень важно, государство, которому тоже нужно постоянно вот что-то как-то где-то покупать, продавать, валюту. Когда, например, государство пытается поддержать, наше государство пытается поддержать курс рубля. Что означает эти слова? Поддержать курс рубля. Значит, наше государство не хочет, чтобы курс падал. По какой причине курс рубля может падать? По причине того, что слишком мало предъявляется спрос на рубль и слишком сильно предъявляется спрос на доллар. Спрос на доллар предъявляется слишком сильный, когда мы импортируем очень много, а экспортируем очень мало. Ну и, например, у нас что-то не так пошло с нефтью, и как-то вот мы ее не так уж много экспортируем, не так уж хорошо как-то вот у нас все пошло, и спрос на рубль предъявляется не сильно много и так далее. И, кстати, да, давайте поймем, экспорт нефти падает или растет в зависимости от цены нефти на мировом рынке. Если цена на нефть от всех остальных продавцов повысилась по какой-то причине, то есть упало предложение нефти со стороны всех остальных продавцов. Для России это хорошо или плохо? Если со стороны всех остальных продавцов упало предложение нефти, значит, они, прикажется, не готовы предложить меньше. У нас как бы конкурентов меньше стало, которые продают нефть. У них цена повышается, если мы зафиксируем такую же цену, у нас объем продаж вырастет. Это хорошо для нас. Мы можем повысить цену и сохранить тот же самый объем продаж, при этом общий объем средств, который будет направляться к нам в карман, повысится. Это круто для нас. Больше людей пытается купить нашу нефть, больше людей пытается купить рубли. Для этого повышается спрос на рубли, курс рубля растет. Наоборот, теперь давайте скажем, что предложение нефти в других странах выросло. Теперь у нас все плохо и мы меньше экспортируем. И у нас пропало давление со стороны иностранцев. Они покупали рубли раньше и вот этот спрос пропадает. Меньше становится. А импорт остается такой же большой. Или становится еще больше, например. И из этого курс рубля падает. Что значит падает курс рубля? Это значит, что курс доллара растет. И вместо 70 вы можете увидеть 80 рублей за доллар, 90, например, в будущем, если дальше пойдет плохо. Например, ЦБ РФ такого не хочет. Например, мы не хотим, чтобы курс рубля падал. Мы должны поддерживать курс рубля. Как это и зачем это? Зачем это второй вопрос насчет как? Как поддерживать курс рубля? Ну, значит, надо компенсировать вот это вот ослабленное давление на рубль. Добавить спроса на рубль каким-то образом. Самый простой способ, который существует для этого, это ЦБ идет и покупает очень много рублей. Чтобы ЦБ мог покупать рубли, у ЦБ должны быть доллары. А я напоминаю, ЦБ печатать умеет только рубли. В связи с чем, ЦБ приходится держать некоторый запас долларов постоянно, для того, чтобы в случае чего покупать на эти доллары рубли. Долларов, евро, еще чего-то разных валют. Золото так же, как ценность какую-то, не рубли, а что-то такое, за что эти рубли можно купить. Или по-другому, что можно продать людям за рубли. Вот эта вот штука, которую ЦБ должен хранить все время, чтобы, если что, иметь возможность ее использовать для таких целей, называется золотовалютные резервы. Это типа резервы, которые хранятся в валюте других стран, чтобы в случае чего на валюту этих других стран покупать рубль. Золотовалютные резервы, соответственно, исчерпываются, когда ЦБ покупает рубли, и когда пытается поддержать курс рубля от падения, и при этом обратно восстанавливаются, накапливаются, когда, ну, когда наоборот, когда курс рубля слишком резко растет, там, укрепляется мощно, курс доллара падает, и ЦБ РФ пытается ослабить рубль. Для этого он за рубли покупает, золото, валюту и вот это вот все остальное, соответственно, увеличивает золотовалютные резервы. Плюс золотовалютные резервы растут в виде, там, ну, налогов, там, на экспорт, бла-бла-бла. Короче, суть не в этом. Суть в чем? Суть в том, что есть у ЦБ вот такой инструмент, с помощью которого он может покупать, продавать туда-сюда валюту. И это, получается, один из игроков на рынке Forex, на рынке Forex Exchange. Это не какое-то там название конкретного провайдера услуги. Forex это, типа, вся мировая система вот этого обмена. Она так называется, типа, везде. В чем идея? Вы приходите туда, как на биржу, и у вас есть вот график какой-то, это, типа, цена доллара за рубль. Курс доллара, вот он, там, 70 рублей за доллар. Вот есть какой-то курс доллара. Как он устанавливается? 70.31. Откуда он взялся? Почему 70.31? А как он растет? А как он падает? Как конкретно на рынке проявляется, что двигает график, короче, курса доллара? Есть стакан. Это такое местечко, где все ордеры на покупку и на продажу доллара висят. Есть множество людей, которые хотят купить доллар дешевле, чем за 70.31. Есть ордеры за 70.30. Есть ордер за 70.29. Люди готовы купить в каких-то объемах. Например, за 70.30 готовы купить 100 баксов. За 70.29 кто-то готов купить 1231 доллар. За 70.28 кто-то хочет купить прямо сейчас 2570 долларов. При этом аналогично абсолютно есть ордеры на продажу по цене от 70.31 и выше. 70.31, допустим, кто-то готов продать 78 баксов. По цене 70.32 кто-то готов продать 1151 доллар и так далее. По цене 70.33 кто-то готов продать 12458 баксов. И вот есть, значит, заявки на покупку и заявки на продажу. Ценой доллара называется минимальная цена, по которой можно купить доллар. То есть минимальная заявка на продажу. Разница между ценой продажи и ценой покупки доллара называется спред. Как и в принципе на любой бирже и на любом валютном рынке на Форексе без разницы. Спред – это разница между вот этими двумя циферками на очень волатильных рынках, на которых очень большая ликвидность. Много-много людей постоянно покупает, продает доллары. И рубли, собственно, туда-сюда. Обычно спред очень маленький и составляет один пункт. Вот если, в принципе, движение цены может быть на один пункт, то спред будет на один пункт. На рынках, на которых редко покупают, продают, там спред может состоять очень много, составлять. Приходит кто-то на рынок и хочет купить, например, 2000 долларов. Если он хочет купить 2000 долларов, он не может ставить ордер на покупку по цене 70.30 или 70.29 или 70.28. Он ничего не купит. Он хочет купить 2000 долларов, ему надо поставить ордер. Ему надо купить вот эти 78 баксов по цене 70.31. Еще 1151 доллар по цене 70.32. И еще чуть-чуть по цене 70.33. После того, как кто-то просто говорит, я хочу купить 2000 по любой цене, которая там есть, удовлетворяется. Вот этот ордер на продажу, вот этот ордер на продажу, они вычеркиваются. И еще часть этого ордера, 2000, да, из них там вычитается сколько-то там, 1200 примерно, короче, здесь еще на 800 уменьшается. Ну, условно, становится там что-то 11.600, типа, вот так вот. И остается ордер на продажу 11.600 по цене 70.33, остается ордер на покупку сотни по цене 73, и буквально на долю секунды появляется спред размером в 3 пункта, потому что кто-то пришел и купил 2000 долларов. Но, как вы понимаете, это возникает только если здесь цифры очень маленькие на ордерах. На самом деле здесь цифры огромные, потому что сюда складываются все возможные ордеры на продажу по текущей цене, и их тут может быть очень много. И каждый человек, который приходит что-то покупать, продавать, короче, если слишком много покупателей одновременно приходит, то они выставляют ордеры на 70.31, которые сразу удовлетворяются, потому что эти готовы продать, а покупатели хотят купить, и их много-много-много-много. Потом в итоге, когда покупатели по цене 70.31 превысят количество продавцов по цене 70.31, Появится ордер на покупку по 70.31, который так и никак не удовлетворяется. При этом разделение между красной и черной зоной, ну там красный и зеленый сдвинется на один пунктик вверх, и цена доллара официально станет 70.32. То есть курс доллара, который вы можете мониторить на бирже, вот прямо сейчас в лайве какой-то вот он есть, это как раз вот этот тонкий баланс между розовым маркером и черным маркером, по сути, который постоянно плавает, потому что прямо сейчас, пока вы смотрите на курс доллара, какие-то люди ставят ордеры на покупку, и какие-то другие люди ставят ордеры на продажу. И вот, соответственно, эти две силы друг на друга давят. Если вдруг слишком много людей, которые хотят купить доллар, придут на рынок и будут покупать доллары, то цена будет расти, потому что просто исчезают ордеры на продажу. Все, больше никого нет, кто хочет продавать по этим ценам, есть только люди, которые хотят продать по более высоким ценам. При этом, если курс доллара сейчас составляет около 70, будет огромное количество желающих продать доллар по сотке, правда? поэтому там наверху розовым маркером по цене 100 рублей за доллар будет огромные ордеры просто на продажу огромных объемов и наоборот количество желающих купить доллар за 30 она просто зашкаливает очень большой тут внизу очень большие цифры итоге цифры немножко исхудают исхудали только вот к месту где разделение между покупкой и продажей происходит и там постоянная борьба покупателей с продавцами в каком-то смысле борьба за вот эту границу знаете по которой будет разделять слишком много людей придет продавать доллары появится слишком много ордеров на продажу они удовлетворят вот эти ордеры на покупку и цена сдвинется вниз в целом соответствует логике типа спрос предложение высокий спрос цена растет высокое предложение цена падает понижается спрос на доллар мало становится желающих его купить опять падает ну все логично мы это проходили типа на самых первых вебинарах просто вот техническая реализация такая техническая реализация покупки и продажи валюты такая поэтому на приходить банк и хочет сразу купить там несколько миллионов долларов это резко подскакивает цена доллара если банка в этом заранее скажет то все будут знать что цена доллара подскочит и купит доллар сейчас по маленькой цене подождут пока банк выполнить свою операцию и купит на несколько миллионов и продаст там на выходе с той стороны так получится в итоге глупо банку пришлось покупать доллары по более дорогой цене из-за того что люди до банка успели немножечко выкупить это уже немножечко повысило цену и банку приходится страдать при этом если вы не успеете как бы в эту волну залететь до когда услышали информацию от банка то вы тоже будете среди последних трейдеров которые будут покупать по повышенной цене уже и в конце концов придет банк и купит несколько миллионов долларов по очень высокой цене это невыгодно поэтому когда банк вдруг собирается купить на какую-то очень крупную сумму или сделать это очень большую сделку совершить какую-то очень большую сделку на открытом рынке банк об этом заранее не рассказывает потому что тогда он поставит себя в невыгодное положение поэтому вся эта информация обычно очень жестко засекречена и вот никто ее не знает и так кул хорошо мы знаем как устроен теперь рынок стакан вот есть в нем вот в нем есть какие-то ордеры и график двигается постоянно и мы понимаем и вот государство когда пытается там ослабить или усилить валюту она тоже по сути просто вкидывает ордер на этот рынок продает или покупает какие-то объемы своей валюты интересненько интересненько хорошо и это получается достаточно все такая гибкая и подвижная система то есть эта штука реагирует и отзывается на все вышла какая-то новость все люди такие о это значит доллар будет расти бегут покупать доллар пока он не вырос чем вызывают его рост если вы не успели купить доллар вы побежали тоже покупаете тоже купили но это было чуть чуть позже и люди уже успели до вас это сделать и вы покупаете уже подорожавший доллар и люди которые купили его в начале они уже пытаются от него избавиться чтобы заработать спекулятивную прибыль и вы как раз у них покупаете подорожавший доллар который вы потом никому не сможете продать потому что потом собственно уже и вырос в цене ровно настолько и там проблема основная в том что все кто пытается играть на форексе они пытаются ловить вот эти вот скачки рост падения бла-бла-бла если вы делаете это без специального софта без роботов которые будут делать почти всю вот эту вот скоростную работу за вас если вы не пишите это супер крутые математические статистические алгоритмы то вы либо угадываете реже чем промахиваетесь либо вы недостаточно быстрый потому что проходит доля секунды и вы уже как бы все ну то есть нельзя уловить вот этот вот вот это малейшее повышение если вы не настолько быстрый насколько роботы в принципе бывают быстрыми давайте решим задачу задачу я решаю вот эту я ее вам сейчас просто выведу на экран так вот она поезде москва симферополь функция с продавать ее на самом деле растяну немножко и перепишу условия пока значит есть спрос на украинские гривны qdg от pg зависит по формуле 6000 разделить на pg минус 500 где qdg это количество гривен pg цена гривны в российских рублях то есть это обратный курс гривны или прямой курс рубля на гривны в российских рублях это например условно там 5 рублей за гривну вот такое лица обычно садящиеся в харькове и предлагающие гривны к обмену предъявляют тем самым спрос на рубли и вот у нас есть спрос на рубли qd r зависимости от p r и какова она qd r зависимости от пэр это полторы тысячи разделить на пэр минус 4000 где qd r количество рублей пэр цена рубля определить равновесие какое количество гривен рублей какого-то обратный курс рубля по отношению гривни заметили что нам нужно будет последнем пункте не перепутать прямой курс обратный курс там еще смотрите какая ситуация вроде как крест-маршал а вроде нам дали просто два спроса предложение то не дали и какая беда как это неприятно как даже не совсем понятно как вообще к этому подходить у нас же два рынка и нам дали спрос на одном и спрос на другом но спрос на одном из рынков является предложением на другом смысле они как-то друг с другом взаимосвязаны но как формульно вот не запутаться бы в этом во всем для того чтобы лучше всего понять как это работает давайте просто проверим как происходит движение условно вот гривны а вот рублей и короче когда обмен произошел некоторое количество гривен ушло сюда у гривен а некоторое количество рублей ушло сюда к рублей и эти количества друг с другом должны соотноситься как цены этих рублей и цены этих гривен то есть смотрите мы же понимаем что цена рубля и цена гривны это как раз просто два разных курса одно из них это обратный курс гривны другой это обратный курс рубля что означает что pg умножить на pr равно единичке это первый интересный факт который мы знаем второй интересный факт который мы знаем это то что сумма которая пошла в одну сторону и сумма которая пошла в другую сторону они друг другу эквивалентные после разной циферки например 1 доллар 70 рублей но это одно и то же в смысле ценность у них одинаково означает что где-то вот что-то из этого надо домножить на какую-то там сумму стоимость какой-то короче если взять qg и умножить на pg что это будет количество гривен например 7 цена гривны например 10 рублей за гривну 7 гривен по цене 10 рублей за гривну до сном 70 рублей надо заплатить за рубль за гривны за эти 7 гривен по цене 10 вы должны заплатить 70 рублей это общее количество рублей который мы должны будем передать Sam Twitter 2 субъекта торгуют русский и украинец соответственно они просто передают друг другу русский передает рубли а украинцы передают ему гривны если гривен или умножить на цену гривеной это должно быть равно количеству переданных рублей. Ну и все просто. Или, если по-другому это написать, то QG, если вспомнить, что PG на PR равно единичке, умножить на 1, разделить на PR, равняется QR. Если домножить на PR, получится абсолютно такое же равенство, только если мы его будем рассматривать с позиции украинца в этой задаче. Правда? Поэтому я в итоге использую просто два равенства. Вот это и вот это. И эти два равенства я использую вместе с функциями спроса. И у меня получится, что у меня всего 4 переменных. PG, QG, PR, QR. И здесь PG, QG, PR, QR. 4 уравнения, 4 переменные. Я могу найти все равновесные значения. Но чтобы вот эти уравнения понять, вам надо было немножко шарить за валютный рынок. Давайте дорешаем задачу до конца. Вместо PR я напишу 1, разделить на PG. И в итоге у меня получится, что спрос в гривнах, QD в гривнах, равен 6,6 разделить на PG минус 5 сотен. А вот в рублях я вместо QR напишу сразу QG, PG. Равно 1500 разделить на PR, вместо которого я напишу 1, разделить на PG. В итоге получится 1500 PG. 1500 PG минус 4000. Все, я полностью избавился от рублей в этой задаче. И теперь приравниваем. Домножим это QG на PG, получится 6000 минус 500 PG. Приравняем, получится 6000 минус 500 PG. Равняется 1500 PG. Минус 4000. Переносим все, получается 2000 равно 2000 PG. В итоге получается, что PG равняется... А что, реально 1 получилось, да? Ну и соответственно PR тоже равняется 1. В итоге нам без разницы, обратно или прямой курс мы отвечаем. Просто 1 получается и все. Я правильно посчитал? Нет? Давайте проверим. Может я что-то неправильно куда-то подставил? 6000 минус 500 это 5500. 1500 минус 4000 это вообще не то. Я где-то неправильно посчитал. Что-то не туда подставил. Сейчас. А, минус 4000. Переносим, получается 10000. Все, нормально. 10000 разделить на 2000 это 5. Все, извините. PG равно 5. PR равняется 1 пятая. Что это означает? Еще раз это значит, что цена гривны 5 рублей. Цена рубля 20 гривна копеек вот этих. Ну короче, 1 пятая гривны это 1 рубль. Теперь смотрим еще раз на задачу. Понятно, равновесные параметры мы все нашли. Все количество мы подставили и получили. Какое количество гривен купят пассажиры? Это просто QG. Надо посчитать, какое количество рублей они продадут. Это QR надо посчитать. А вот каков будет обратный курс рубля по отношению гривне? Давайте еще раз. Прямой курс рубля с долларом. Это было вот 70 рублей за доллар. Обратный курс рубля. Это значит рубль выраженный в гривнах. Ответ получается 1 пятая. Вот тут надо главное не перепутать и не дать ответ 5 вместо 1 пятая. Потому что это тупо минус баллы на Олимпиаде. За то, что вы не запомнили формулировку прямого обратного курса. Вот такие пироги. Вот такая задача. В целом нормально. Мы умеем теперь такое решать. Как соотнести два спроса на одном и том же рынке? Вот так вот берешь и соотносишь. Это типа никакого предложения не было. Чисто спрос и спрос. И мы подумав головой, поняли, что это движение одних и тех же сумм в разные стороны. И все получилось. Интересный факт. Курс вашей валюты зависит, получается, от того, насколько вы активно или не активно что-то экспортируете. И курс вашей валюты также зависит от того, насколько вы активно или не активно что-то импортируете. Причем, если вы очень много импортируете и очень мало экспортируете, это отражается на вашей валюте. Она слабеет. Ее курс падает. Когда курс вашей валюты падает, получается чужая валюта, которая достаточно стабильная, у нее все хорошо. Вот вы, допустим, хотите покупать доллары, с долларами вообще торгуете, и там все в Америке, допустим, стабильно. Цены примерно одинаковые, зарплата примерно одинаковая. А у вас вот прошел год, скажем, и курс рубля упал с 30 рублей за доллар до 60. Я говорю, упал с 30 до 60, это не ошибка. То есть курс доллара в два раза вырос, а курс рубля в два раза снизился. При этом все цены в долларах остались такими же в Америке. Зарплаты в долларах остались такими же в Америке. Как это повлияет на цены в России? Это вызовет дикую бурную инфляцию. Возможно, в принципе, и курс вырос у доллара именно из-за инфляции в России. Но вот, короче, представьте, что вы очень много импортировали и очень мало экспортировали. Это повлияет на курс рубля таким образом. И в вашей стране в итоге просто все цены взлетят. Ваши цены будут пытаться соизмеряться с импортом, со всем остальным. То есть если ваша страна сильно много импортировала, то у вас курс изменится так, что в вашей стране импортировать станет относительно дороже. Например, у вас была зарплата 30 тысяч рублей. Вы могли найти 30 тысяч рублей, раньше купить 1000 долларов и распоряжаться ими для покупки чего-нибудь в Америке. Теперь курс стал 60 рублей за доллар. Теперь на ваши 30 тысяч рублей вы не можете купить 1000 баксов, можете купить 500. И меньше товаров можете купить. Те же самые товары выглядят для вас теперь в два раза более дорогими, иностранные товары. Так что не заиграйтесь, пожалуйста. Если вы будете слишком много импортировать чего-то из-за границы, то этот импорт станет для вас относительно более дорогим. Чтобы импорт становился для вас более дешевым, надо обязательно платить внешнему миру экспортом. То есть надо отдавать внешнему миру товары за деньги, чтобы у вас эти деньги аккумулировались, и это влияло на курс таким образом, чтобы вам потом было эти деньги приятно и выгодно тратить на чужие какие-то товары и услуги. То есть если вы хотите, чтобы импорт был для вас дешевым, надо его поменьше использовать. Вот такой трейд-офф постоянный, стандартный. Банановые республики какие-нибудь продают фрукты. Ну, продают их много, но это достаточно дешевая история. А закупают из-за границы технику, какую-то очень дорогие вещи. И получается в итоге, что у них слабая валюта, потому что они не так уж много продают в мерках мирового сообщества. У кого хорошая, сильная, стабильная валюта? У тех стран, которые очень много торгуют с другими странами. У тех стран, у которых очень мощная разная промышленность, у которых очень много товаров, которые уже все, финального производства, которые торгуют с внешними партнерами. Кому очень важна стабильность курса? Тем, у кого очень много торговли с другими странами. Например, Китай привязывается к валюте США, потому что Китай является массивным торговым партнером США. Например, Россия имеет бивалютную корзину, потому что мы не только с Америкой торгуем, мы очень много торгуем с Европой. И нам очень важна стабильность курса рубля относительно евро и относительно доллара. Получается, мы хотим, чтобы курс рубля был стабилен относительно двух одновременно валют, потому что мы хотим торговать с обеими сущностями. И хотим, соответственно, чтобы с евро у нас цены плюс-минус одинаковые были все время и не менялись. Поэтому мы хотим стабилизировать курс рубля относительно бивалютной корзины. Либо Центробанк, ЦБРФ пытается поддерживать курс рубля относительно бивалютной корзины. Это значит, что если евро растет или падает, то ЦБРФ принимает соответствующие меры и докупает или продает евро для того, чтобы поддержать вот это вот изменение, чтобы рубль был примерно одинаков по отношению к бивалютной корзине из двух валют состоящих. Замечательно. Интересный, соответственно, вопрос. Раз уж мы говорим тут про торговых партнеров и про то, что разные страны пытаются поддерживать какой-то уровень валюты для того, чтобы как-то стабильнее торговать, то давайте рассмотрим вот такой кейс. По какой причине может так получиться, что две страны торгуют между собой в долларах, при этом у обеих стран валюта не долларовая? Например, Япония с Австралией торгуют между собой и назначают цены, и все взаиморасчеты проводят в долларах, а не в австралийских долларах и не в иенах японских. Почему так происходит? Причем, в смысле, и та, и та валюта в целом являются достаточно торгуемыми. Ну, типа там, Япония является торговым партнером разных стран. В принципе, иены как бы, ну, это такая штука, про которую даже вы знаете, да? Вы не знаете про какие-то там, про то, как называется валюта какой-нибудь там, маленькой страны, типа Зимбабве какой-нибудь, которая там, банановая республика что-то там продает, ну, там, вот это что-то вы знаете, а что-то оно. У многих стран вы вообще не знаете, как валюта называется, но про иены вы слышали, да? Вы слышали про иены, про юани, про евро, про доллары, ну, какие-то такие массивные штуки, которыми люди торгуют. Рубль, кстати, не является международно признанной валютой для торговли, в смысле, мало какие страны торгуют друг с другом в рублях. Потому что Россия не является большим торговым партнером большого количества стран. Америка является, ну, понятно, крупная страна, с большим внешним вот этим вот торговым влиянием, соответственно, доллары, все тоже понятно. Китай является, поэтому юани, но юани по факту привязаны к долларам, поэтому доллары, юани, разницы никакой. Вопрос между Австралией и Японией. Почему торговля может происходить в долларах, в то время как у них валюта, собственно, не долларовая? Вот сейчас, я думаю, имеет смысл поставить на паузу и просто подумать. Вот сам подумай, как вообще это работает. Я расскажу. Собственно, прикол в чем? В том, что, во-первых, обе эти страны являются торговым партнером США, ну, это само собой все, да? Во-вторых, из-за чего вообще такое может возникать? Такое возникает, потому что, если у вас в стране, вот вы, короче, экспортируете что-то в какую-то вот из Японии, допустим, в Австралию, и вы пытаетесь продавать что-то в Австралии, там, свое японского производства что-то, да? Каким-то там фирмам. И, короче, эти фирмы могут у вас что-то купить, а могут купить у ваших конкурентов. И вот вы, допустим, на австралийском рынке конкурируете с Китаем или с Америкой. И получается, что вы должны свои цены соизмерять с ценами, которые вот у них. А они предлагают цены в долларах. И если вы будете предлагать цены не в долларах, а в своей валюте, то вам нужно будет постоянно их адаптировать под изменение курса. Вы хотите эффективно конкурировать. Ну, это раз проблема, да? Вторая проблема. Что если вы производите на территории своей страны, но сырье и прочие вещи вы закупаете из-за границы? Что если вы производите для Австралии что-то в Японии, но сырье для этого производства вы опять обязаны закупать у Китая, у Америки, еще у кого-то в долларах? Тогда странно получается. Вам, получается, надо получать выручку в чем? В австралийских долларах или в иенах, да? А потом за сырье платить опять в долларах. Это не очень удобно. Это создает некоторые дополнительные транзакционные издержки, поэтому кажется логичным при международной торговле продавать в баксах, чтобы за сырье опять платить в баксах. В современной глобальной экономике вот есть такая проблема с тем, что многие компании и вообще весь производственный цикл может быть разнесен в несколько разных стран. Ну там от того же Боинга одна треть условно собирается в Америке, да? Все остальное раскидано по куче-куче стран. И получается вот такая интересная история. Типа производственный цикл, разнесенный по куче разных стран, гораздо выгоднее, если на всех этапах одна и та же валюта. Если будет в разных странах везде своя валюта, то вам везде надо будет заплатить некоторую вот эту вот маленькую комиссию за переводы и в принципе проблема с переводами и пересчетами еще самая главная-то беда. Не то, что переводить постоянно деньги, а то, что постоянно пересчитывать. Вот это создает проблемы. Поэтому как бы очень часто бывает, что на конечном рынке все-все еще продолжается в долларах, а там это уже выглядит нелогично. Как, например, ситуация между Японией и Австралией. И там, и там валюта своя, а торгуют почему-то в долларах. Ну так потому, что вы на самом деле видите только вершину айсберга. Вся остальная международная компания рассредоточена по миру, где основная торговля идет в баксах. Вот такая ситуация бывает. Ну и, соответственно, понятно теперь, почему там нет особо большого такого ажиотажа на торговлю в мире с помощью рублей. Зачем это нужно, если рубли в итоге понадобятся только при обмене с одной лишь единственной страной? И вот это как-то маловато и странновато. При этом, как бы, России выгодно перевести цены экспортные в рубли, ну чтобы, типа, больше использовать рубли, потому что, ну это получается, что мы хотим, чтобы наши внутренние компании получали выручку в рублях, ну и, соответственно, по возможности тратили ее где-то здесь же в рублях. Нам так выгодно сделать. Есть интересная качественная задача, я не буду сейчас ее выводить. Идея в том, что, ну вот, про две страны, например, да, которые торгуют. Только это будет уже без конкретики, не типа там Япония, Австралия. Просто вот две страны, короче, торговали до этого в долларах, хотя у обеих родная валюта не доллары. А потом договорились торговать в родных валютах, ну в какой-то одной из. То есть, короче, прямой обмен. Раньше они типа, условно, была там Япония, у них были иены, да, и была там Австралия. У них были австралийские доллары, я не знаю, как они пишутся, но типа давайте напишем АУС вот здесь. И скажем, что иены и австралийские доллары друг на друга, короче, заменялись через американские доллары. То есть, они покупали американские доллары, и вот на них все осуществляли. Потом, когда обратно ввозили американские доллары на свой рынок, либо их обменивали, либо их не обменивали. И тут они решили, короче, избавиться от посреднической валюты и начали заниматься торговлей напрямую между своими валютами. Как это помогает? Как это может помочь этим двум странам? Избавиться от посреднической валюты, перестать торговать на языке, как бы, американского доллара. Как это поможет? Чем это может помочь? Ну, то есть, мы уже обсудили, почему страны могут предпочитать торговать через внешний доллар, через более стабильную, понятную валюту, чтобы там цены как-нибудь не менялись в долларах, и все это было удобнее. А почему страны могут предпочитать торговать напрямую через свои валюты? Во-первых, чуть-чуть дешевле на транзакционных издержках, да, один обмен вместо двух обменов. Во-вторых, таким образом страны будут увеличивать оборачиваемость своей валюты. Чем больше у вашей валюты оборачиваемость, тем у нее проще удерживать курс, тем у нее стабильнее курс, и тем он меньше зависит от всплесков каких-то отдельных. То есть, если у вас с Австралией будет, например, мощный торговый поток, вы будете рассчитывать на то, что в течение года много чего будет продано в Австралию за вашу иену, там, да, и много чего будет куплено из Австралии, и вы точно понимаете эти объемы, понимаете, сколько у вас движения, и тут где-то кто-то купил иены в каком-то объеме. Ну, пофигу, у вас все равно Австралия купит много иен, там, да, стандартно, какой-то, там, или, наоборот, кто-то, там, пошел и раз и продал много иен. Это не так сильно повлияет на стоимость иены, если при этом у вас есть большие движения между, вот, Японией и Австралией в валюте вашей страны. И чем больше сделок заключается между вашими странами в валюте ваших стран и с другими странами, тем больше вероятность, что другие страны между собой возьмут вашу валюту для того, чтобы оборачиваться в ней. А это было бы очень круто. Ну, то есть, когда я говорю, что рубли не используются для торговли практически в мире, это, на самом деле, плохо для нас. Если бы рубли использовались для торговли в мире, было бы гораздо лучше, это было бы сильно мощнее, это поддерживало бы рубль. Ну, и, типа, чем больше доверия к валюте, тем интереснее. Ну, то есть, скорее всего, это еще, там, может быть, связано с кризисом доверия, инвестиционным климатом в нашей стране, вот, после всего того, что происходило, там, в 90-е дефолты и так далее. Поэтому, там, типа, рубль не является, там, супер-топовой валютой сейчас, которую все постоянно используют. Ну, вот, общая идея такого. Кул, хорошо, 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 хорошо. Ну, давайте какой-нибудь, там, очевидный вопрос, над которым тоже имеет смысл подумать. Повысился обратный курс рубля. Кому это выгодно, экспортерам или импортерам? И вы должны на это уметь отвечать. Повысился обратный курс рубля. Обратный курс, курс рубля вообще. Это что такое? Это значит, 1 рубль равно 1,7 доллара. Он повысился. Это значит, что теперь рубль значит больше. Например, 1,6 доллара стала. Это значит, если мы про прямой курс говорим, то было 70 рублей за бакс, а теперь 60 рублей за бакс. То есть, повысился курс рубля. Экспортерам или импортерам это выгодно? Кому стало хорошо, если курс рубля, допустим, страна с фиксированным валютным курсом? Мы, государство говорит, все, валютный курс 70. Покупайте в любом объеме, продавайте в любом объеме, цена будет всегда 70, я это гарантирую. Когда государство так говорит, оно, получается, обязано по цене 70 продать сколько угодно рублей или купить сколько угодно рублей, в зависимости от того, какое у рынка сейчас настроение. Фиксированный валютный курс тяжело и дорого поддерживать. Особенно, когда кто-то целенаправленно, стабильно пытается, допустим, скупать доллары для того, чтобы импортировать что-нибудь. Если слишком большой импорт в вашей стране, фиксированный валютный курс будет вообще сложно поддерживать. Легко его поддерживать, если у вас очень большой экспорт. Например, Объединенные Арабские Эмираты имеют фиксированный валютный курс к доллару. У них прям очень четкий курс, там что-то 3,64 или 3,65 к доллару. Потому что они являются мощным торговым партнером США, продают очень много нефти. И из-за того, что они продают очень много нефти, у них очень большие золотовалютные запасы, с помощью которых они могут поддерживать фиксированный курс. Представим себе, что у нас фиксированный курс рубля был 70, стал 60. Кому это выгодно, экспортерам или импортерам? Теперь, когда вы экспортируете нефть, например, вы раньше продавали нефть за 100 баксов. 100 баксов означало 7 тысяч рублей. Теперь вы продаете нефть за 100 баксов, и это обозначает 6 тысяч рублей. А тратить и платить зарплаты, и за сырье платить и так далее, вам надо все еще в рублях. Вы как экспортер проиграли. Курс доллара был 70, стал 60. Курс рубля был 1,70, стал 1,60. Курс рубля вырос с 70 рублей за доллар до 60 рублей за доллар. Это значит, рубль стал крепче. Это выгодно импортерам, которые эти крепкие рубли тратят за границей. Смысль понятна, да? Вот такого рода рассуждения позволят вам не запутаться, а просто думайте все время в намерениях. Думайте в том, сколько вкусняшек вы сможете купить на вот эту вот увеличенную сумму. И будет вам счастье. Окей, хорошо. Ну и аналогично я могу эти вопросы задать в любом из четырех бинарных состояний. Типа, курс рубля упал, выиграли ли импортеры? Курс доллара повысился, выиграли ли экспортеры? Ну и так далее. Вот, типа, каждый из этих вопросов вам надо уметь быстро соображать в голове, что вообще с этим совсем творится. Так, дальше, 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 дальше. Дайте мне секундочку. Ну и так далее. А, ну да, интересная цель отказа от доллара США в качестве третьей валюты, это защитить себя от влияния США. В смысле, например, санкции какие-нибудь на торговлю, там что-нибудь такое, какие-то проблемы с долларом, и вы, типа, поехали. Из-за того, что вы ставили свою торговлю между двумя странами в зависимости от какой-то третьей страны и от их монетарной политики, например. Вот это два. Супер, 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 хорошо. Это мы все поняли. Это нас все радует. Это тоже в минус. Так, ну да, я, кажется, рассказал то, что я хотел рассказать про валюты. Да. Теперь про платежный баланс. Что такое платежный баланс? Нет, это не все, что я хотел рассказать про валюты. Смотрите еще, какая штука есть прикольная. Индекс Big Mac. Вы, возможно, слышали про это, возможно, нет. О чем речь? Вот, короче, вы можете быть программистом в России и зарабатывать 200 тысяч рублей в месяц. Это в год получается на 12 умножаем, да, 2 миллиона 400. В долларах это, условно говоря, там, грубо говоря, там, если, типа, пересчитывать по... 70 рублей за доллар, да, это что такое? Это 2 100, что-то типа 35 тысяч долларов в год, да. После налогов, вот, чистыми, все. А можете быть программистом, допустим, в Америке и вместо 35 тысяч долларов в год чистыми получать, допустим, 60 тысяч долларов в год. Это вы больше получаете или меньше? Вроде бы больше, потому что вместо 35 тысяч вы получаете 60. С другой стороны, типа, согласились бы вы переехать в страну какую-нибудь, вообще, страну третьего мира с понижением зарплаты, вместо 200 тысяч рублей вы будете на местных деньгах получать не 200 тысяч, а, скажем, 180 тысяч рублей, но при этом жить будете не в Москве, а во Вьетнаме где-нибудь. Вместо 200 тысяч получать 180 во Вьетнаме, это супер выгодно на самом деле, потому что, когда вы живете во Вьетнаме, вы тратите гораздо меньше денег на все. Типа, вам просто супер дешево. Дешевая еда, дешевое жилье, дешевое все. И вот, короче, индекс Биг Мака, это такая штука, которая показывает отношение минимального размера оплаты труда, это, короче, мрот, да нет, разделить на цена Биг Мака. Вот шутка шуткой, а типа Макдональдс есть много где, почти везде, да? Везде, где есть Мак, там есть стандартное блюдо, Биг Мак. Все знают. И типа Биг Мак, он одинаково ценен везде. Биг Мак вкусно съесть как в Москве, так и в Нью-Йорке, он плюс-минус одинаковый. Макдональдс поддерживает одинаковые стандарты качества. И Макдональдс формирует цену на Биг Мак в зависимости от конкурентной среды, от других кафешек, от спроса, предложения, бла-бла-бла-бла-бла. Если в стране дешево все, то safe to say, что Биг Мак тоже будет достаточно недорогим. Но при этом в этой стране и МРОД может быть низким. На самом деле, короче, вас не волнует размер оплаты труда. Какая разница, какой МРОД в этой стране? Типа, я вам сейчас скажу, что вот есть какая-то страна, короче, у нее есть местная валюта, и там МРОД, типа, 5000. Это много или мало? Вы скажете, ну, смотря 5000 чего? Если 5000 фунтов стерлингов, то это не маленький МРОД, а очень большой. Если 5000 рублей, то такое, не очень большой, да, маленький. А если я скажу, что это 5000 таких фунтиков каких-то, вы скажете, ну, а как эти фунтики вообще? Соизмерьте, пожалуйста, их с чем-нибудь. Ну, вот я соизмеряю эти фунтики с Биг Маком. Если минимальный размер оплаты труда 5000, но Биг Мак стоит 5000 в месяц, но Биг Мак стоит, типа, один фунтик в месяц, то это, в принципе, можно сравнить с долларом. Биг Мак стоит 1 доллар, а вы получаете 5000 долларов. В России один Биг Мак стоит сколько? Там что-то, типа, как раз около, там, 100 рублей, да? Если вы получаете 5000 фунтиков в месяц, и каждый фунтик это Биг Мак, то в пересчете на русские деньги это 500 тысяч рублей в месяц. Это очень хороший минимальный размер оплаты труда. Если индекс Биг Мака, короче, равен 5000, то это вообще классная страна, туда надо ехать. Даже если в этой стране весь расчет идет в рублях, и вы, будучи программистом в России, получаете 200 тысяч рублей в месяц, а в той стране будете получать 5000 рублей в месяц, это классная страна, там за 5000 рублей вы будете богатеем, потому что вы будете по рублю покупать Биг Маки. Ну и если Биг Маки по рублю, значит и все остальное тоже очень-очень-очень дешево. В чем фокус? Как так может быть, что Биг Маки, короче, имеют разную цену в разных странах? Ведь у нас глобализация, открыты границы для торговли в разные страны. Если цены на какой-то товар различаются, значит здесь дешево, там дорого, надо здесь покупать и там продавать. Проблема в том, что Биг Маки нельзя вот так вот покупать в одной стране и продавать в другой. Если вы купили Биг Маки в одной стране и повезли их туда, они испортились по дороге. Это не такой предмет, который легко перепродается или арбитражится. И нет такой истории с тем, что вы можете бесконечно Биг Маков купить здесь и бесконечно Биг Маков продать там. Для того, чтобы хорошо и эффективно продавать Биг Маки в другой стране, вам надо быть сетью ресторанов Макдональдс, да? А вы ей не являетесь. То есть из-за того, что это еда, которая на месте вот припоставляется, изготавливается и продается, прямо здесь на месте, она не транслируется в другие места. И из-за этого цены на Биг Маки могут быть разными. Так же, как цены, допустим, на услуги парикмахера. Могут быть разными, потому что услугу парикмахера вы не можете привезти из одной страны в другую. Когда вы перевозите парикмахера из, допустим, Бангладеша куда-нибудь вот в Нью-Йорк, у него внезапно растет стоимость его услуг, потому что он теперь нью-йоркский парикмахер. Он теперь конкурирует с другими нью-йоркскими парикмахерами, и теперь он здесь может оказывать эту услугу дорого. Когда вы привозите таксиста, условно, из Таджикистана в Москву, он внезапно становится более дорогим таксистом. Обычным московским таксистом он становится с обычными московскими ценами на такси, ну потому что теперь эта услуга оказывается не там, а тут. Услуга меняет цену, когда вы ее перевозите. Та же самая история с Биг Маком. Но если Биг Маки будут стоить 1 рубль, а МРОД будет 5 тысяч рублей, это значит, что все вокруг примерно соизмерено в цене с Биг Маком. Короче, индекс Биг Мака это очень удобная метрика для того, чтобы показывать, насколько данная страна на самом деле богата, насколько в ней жители богаты. Если в ней очень большой доход по отношению к ценам, то это хорошо. Если вы, короче, будете рассматривать какие-то развитые страны на предмет возможного переезда туда, обязательно посмотрите индекс Биг Мака в этой стране и сайт несите его с вашим индексом Биг Мака текущим, где бы вы сейчас не жили. И поймите, может быть, повышение цены на все товары и услуги, это не так уж и страшно, если у вас при этом доход растет больше. Даже если ваш доход не растет больше, тоже есть интересное соображение. Представьте себе такую ситуацию, вы переезжаете в другую страну и начинаете зарабатывать в 2 раза больше. Все друзья и родственники говорят, а, обрадовался, в 2 раза больше зарабатываешь, ну ты и тратить там будешь в 2 раза больше. Там жилье в 2 раза больше стоит, вся еда, вообще все-все-все в 2 раза больше. И ты вроде как будто немножко такой расстраиваешься, но на самом деле не забывай. Если твой доход повысился в 2 раза, и все твои расходы повысились в 2 раза, то и сумма, которую ты сберегаешь каждый месяц, тоже повысилась в 2 раза. А это уже неплохо. Это значит, что ты в 2 раза большей скоростью заработаешь те же самые суммы в абсолютных величинах. Другая проблема, что если ты их собираешься тратить в той стране, в которой все в 2 раза дороже, то это как будто бы бесполезно. Но если ты собираешься потом, например, вернуться и продолжать их в России тратить, то это уже как бы не бесполезно. Мотивация вернуться в Россию откуда-нибудь, заработав больше денег там. Ободрав этих буржуев всех, забрать у них этих капиталистов, вот этих капиталов, и потом привезти обратно в родину, матушку. Опять же, там заработали доллары, привезли, и вот у вас доллары. Спрос на рубли предъявили, укрепляем рубль. Классно, правда? Вроде бы. Вроде бы. Платежный баланс. О чем это? Платежный баланс это про то, что вы вот торгуете, короче, экспортируете, импортируете, что-то за границу вывозите, что-то из-за границы возите, покупаете. И когда вы это делаете, ну, деньги туда-сюда ездят. И если вы, например, очень много будете экспортировать, то у вас на руках накопилось очень много долларов. Если вы очень много экспортируете, очень мало импортируете, то эти доллары, получается, не ушли обратно за границу. А зачем вам доллары просто здесь под подушкой? Вам, получается, нужно их сохранить до следующего года. И вы будете их как-то вкладывать в то, чтобы потом, типа, потом получить больше долларов. Ну, типа, вы же не будете просто год держать доллары на руках, альтернативные издержки у этого слишком высокие. Думайте не в масштабах одного человека, который продал что-то за 10 баксов и такой, ой, 10 баксов. Думайте в масштабах заводов или огромных компаний, или целых стран, которые что-то продают в больших объемах. Китай торгует в США, очень много всего продает в США, и у него копится огромный излишек долларов США. Ну, их, конечно, надо вкладывать. Куда вкладывать? Обратно инвестировать в экономику США. То есть покупать долги какие-то американские, покупать какие-то обязательства, что-то вот это все делать. И вот за всеми этими движениями средств через границу внимательно следят. Слатежный баланс — это статистический отчет обо всех торговых и финансовых операциях, представленный в виде бухгалтерских счетов. Я сейчас выпишу на доску табличку. В принципе, ты смотришь записи, поэтому просто перемотай на пару минут вперед. Я не хочу ее выводить, я хочу ее рисовать. Пальцем тыкать. Спасибо. 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 Да, всё. Табличка готова. Я очень рад, что я принял решение переписать её именно так, аккуратненько, всю и так далее. Потому что я только что затупил с положением вот этих вот двух последних пунктов. Это операции с финансовыми и не финансовыми. Я когда дойду до них, я объясню, в чём заключался мой затупон. На секундочку. Затормозил. Короче, о чём всё это вообще? О чём речь? Balance of payments. Платёжный баланс. Мы будем просто считать, в какую сторону двигаются деньги на каждой из этих операций. У нас есть пять разных типов операций. Значит, товары и услуги. Да, вообще, большинство платёжного баланса, короче, составляют... Вот если забить пока на финансовые вот эти вот и активы. Активы там, пассивы, бла-бла-бла. Вот последние два пункта полностью убрать. Основной кусок это будет экспорт, импорт товаров и услуг. Доходы, трансфер, это будет мелочь. Ну, типа, основной вот кусок balance of payments до того, как он сбалансирован с помощью передачи активов за границу, или, наоборот, получения притока капитала из-за границы. Вот в последних пунктах, да. В основном, balance of payments состоит из экспорта. Ну, то есть, на большую, там, на 80%, типа, не знаю, на 90%. Ну, не буду сейчас врать, поэтому цифру забудьте, которую я сказал просто, короче. Большой кусок боб – это экспорт, импорт. И, собственно, товары и услуги, экспорт, импорт, кредит, дебет, да, плюс-минус. Думайте об этом так. Плюс – это, типа, все то, за что в вашей стране появляются деньги. Типа, в вашу страну втекли чужие бабки. Плюс – это вам, вы получили деньги. Дебет – это вы, соответственно, потеряли деньги в чужую сторону. Если у вас будет слишком большой кредит, слишком маленький дебет, значит, у вас очень много денег аккумулировалось, и вам надо их куда-то слить в виде, там, покупки финансовых активов каких-то. Если у вас, наоборот, слишком большой дебет, то, получается, в вашу страну будет вливаться приток капитала извне, и будут иностранцы инвестировать в вашей стране. Поехали посмотрим. Ну, то есть, очевидно, экспорт, импорт раскидываются туда-сюда. Экспорт – это вы продаете туда и получаете за это деньги. Кредит, плюс один, да. Оказание услуг резидентами. Ваш русский человек постриг какого-то иностранца. Получил деньги от иностранца. Это как экспорт, только он не товар продал, а услугу. И, наоборот, импорт – оказание услуг нерезидентами. Когда вас подвез, там, зарубежный таксист, это вы только что заплатили за услугу иностранцу, и эти деньги ушли за границу. Импорт, покупка товаров иностранных – то же самое, эти деньги уходят за границу, поэтому для вас они идут с минусом. Доходы, зарплаты и доходы от инвестиций. Можно же покупать и продавать не только товары и услуги, можно покупать рабочую силу, например. Это то же самое, что импорт. Выплаты нерезидентам – это когда вы берете иностранца, которые работают у вас в фирме, и вы платите ему. Выплаты нерезидентам идут как импорт, как покупка иностранной услуги. Поступление от нерезидентов – это когда, наоборот, ваши граждане работают на иностранной компании, иностранные компании из-за границы платят вашим гражданам. Это, по сути, как будто бы ваши граждане занимаются экспортом, только они продают вместо товара и услуг свои рабочие часы. Это то же самое, они получают деньги от нерезидентов, это записывается в кредит БОПа. Дальше, трансферты. Когда вы получаете средства из-за границы – это, понятно, получение средств. То есть, когда вы выплачиваете средства иностранцам – это выплата средств, потери их в минус. Тут все суперочевидное. И вот после того, как мы первые три посчитали, выяснилось, что где-то перегруз идет, где-то лишние деньги аккумулировались либо у нас, либо у иностранцев за границей. Соответственно, давайте посмотрим, что с этими деньгами можно сделать. Приобретение, продажа непроизведенных, нефинансовых активов. Что такое нефинансовые активы? Это, в смысле, не акции, облигации, заводы какие-то, большие штуки. Что с ними можно делать, интересно? Да, непроизведенных – это, в смысле, не типа вы актив создали и продали его, как будто экспортировали. Нет, ну вот просто он у вас был, 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 он не произведен, в этом году просто был, вы его, короче, решили продать. Если вы его продаете за границу, то вы получаете деньги из-за границы, это идет в кредит. Если вы покупаете из-за границы нефинансовый актив, то это деньги, ушедшие за границу. Соответственно, это инвестиция, да, вы купили для того, чтобы потом зарабатывать деньги какие-то. Операции с финансовыми активами или обязательствами. Тут не только активы интересуют, еще и обязательства. Обязательства – это когда вы кому-то должны денег. Например, вы взяли у иностранного банка кредит, на вас висит сейчас обязательство по отношению к нерезиденту. Правильно? Что происходит вот здесь? Я объясню сначала это, потом объясню, где я затупил, потому что я же говорю, я их перепутал сначала. И такой, почему увеличение падения, ну, подглядываю в таблицу и не понимаю, почему в эту сторону. Короче, рост обязательств к нерезидентам, снижение требований к нерезидентам – это кредит. Что такое рост обязательств к нерезидентам? Это значит, что ваши, ну, хорошо, что иностранцы, вы должны иностранцам денег, и вот вы становитесь должны им больше денег. Что это значит? Это значит, что вам в данный момент дали деньги. Ну, то есть, рост обязательств к нерезидентам – это значит, что, например, вы взяли еще один кредит в иностранном банке. Когда вы берете такой кредит, собственно, написано кредит, да? Типа, когда вы берете кредит в иностранном банке, вы получаете деньги. Получение денег записывается у нас в плюс. Снижение требований к нерезидентам – это значит, что вам кто-то, там, Саня торчал сотку. Ну, только не Саня, а какой-нибудь Джек или какой-нибудь, ну, кто-то, короче, зарубежный, вот. Филипп какой-нибудь. И вот кто-то вам торчал денег зарубежный, и он взял и перевел вам сотку. Вы понизили требования к нему, потому что он перевел вам сотку. Раньше он должен был вам 100 рублей, а теперь он не должен вам ничего – ноль. Вы понизили к нему требования, в этот момент вы получили, собственно, от него деньги. То есть снижение требований происходит только, когда вам, ну, выплачивают часть этих требований. Повышение обязательств происходит, когда вам дают денег, и при этом повышаются обязательства. Так что все логично. И в другую сторону, давайте разберем в другую сторону. Ну, на самом деле, очевидно, просто стрелочки перевернули, но давайте отдельно проговорим. Снижение обязательств к нерезидентам – это дебет. Что значит снижение обязательств к нерезидентам? Вы должны были какому-то иностранному банку миллион долларов в кредит. Вы пошли и выплатили 500 тысяч долларов. У вас снизились обязательства перед иностранным банком, но при этом 500 тысяч долларов уехали за границу. Правильно? Вы должны были их отдать банку для того, чтобы понизить обязательства. То есть сам процесс понижения обязательств, как происходит, когда вы даете 500 тысяч долларов. Вот эта передача, она записывается в дебет, потому что она уходит в минус. Ну и, соответственно, рост требований к нерезидентам, это означает, что вы дали какому-то условному там зарубежному Джону Пупкину, вы дали ему денег в долг. Вот дали, как в кредит, да, кому-то, и вот этот процесс, когда вы отдаете ему в кредит, и тоже деньги двигаются из России за границу, в дебет. Все это приятно рассматривать на примере кредитов, но на самом деле это не только с кредитами работает, это с акциями, с облигациями со всякими работает, это, в общем, со всеми цеными бумагами работает, вообще, в принципе, с покупкой любых активов, с покупкой всяких казначейских облигаций, с покупкой государственных, да, облигаций, крутых, короче, всяких штук. То есть, думать об этом обо всем надо так. А, ну и, собственно, да, почему, что я тут перепутал, потому что я думал, так, интересно, а что-то странно как-то, рост обязательств к нерезидентам, это значит, что мы им как бы теперь больше должны, и я такой думал, если я должен больше нерезидентам, это как бы получается, ну, нерезидент теперь стал относительно богаче. Ну, короче, я почему-то подумал, что рост обязательств к нерезидентам, вот это по щелчку происходит, без передачи денег в мою сторону. В кредит записалось то, что нерезидент дал мне миллион долларов в кредит, и тогда у меня выросли обязательства к нему. А я когда, как бы, заполнял эту таблицу и сам ее думал, я подумал, что это вот, типа, вот так щелк, обязательства подросли, и я такой, блин, значит, я должен буду больше им потом выплатить, это надо, значит, в дебет записать и так далее, но на самом деле нет. На самом деле, надо смотреть на движение средств ровно в момент, который это происходит. Падение обязательств к нерезидентам, это дебет, потому что я выплачиваю кредит, рост обязательств, я беру кредиты. Падение требований к нерезидентам, значит, они выплачивают мне кредиты, плюс мне сюда. Рост требований к нерезидентам, значит, я даю им кредиты, и у меня к ним требования при этом растут. Понятная мысль, да? Как обо всем об этом следует думать? Как использовать всю эту вот конструкцию, да, еще раз, разделение проходит вот здесь. После первых трех, но до четвертого-пятого пункта. Использовать эту конструкцию надо так. Жил-был Китай, торговался Америкой, наторговался, получил положительный счет текущих операций. Счет текущих операций – это как раз вот эта вся история. Счет текущих операций. То есть это все то, что не учитывает движение капитала. Китай – это часть платежного баланса, которая не учитывает движение капитала. И Китай очень много торговал с США и накопил очень большой положительный счет текущих операций. Очень большой положительный счет текущих операций означает, что Китай пойдет после этого и накупит очень много облигаций США. Ну и вот, например, качественная задача. Как счет текущих операций, большой положительный, объясняет, что Китай будет покупать облигации США? Ну, очень просто. Если счет текущих операций большой положительный, значит, что большой кредит здесь и маленький дебет здесь. Лутежный баланс на то и называется словом баланс, что он должен быть сбалансирован. У нас куча лишних долларов у Китая, много лишних долларов. Это значит, что они будут эти лишние доллары сливать в дебет в двух последних столбцах. То есть приобретать активы на территории Америки, понижать обязательства к нерезидентам, то есть гасить свои кредиты перед американцами, американскими банками, фирмами государственными и так далее. И при этом увеличивать требования к нерезидентам, то есть они будут выдавать кредиты американцам. А Китай будет выдавать кредиты американцам. В каком смысле выдавать кредиты? В смысле граждан через коммерческие структуры. Это в смысле Китай купит облигации, например, казначейские США, таким образом повысит свои требования к нерезидентам, к государству. Китай купит какие-то корпоративные облигации компании США, повысив свои требования к нерезидентам. Китай на все вот эти высвободившиеся деньги купит какие-то активы в США, за счет которых потом будет зарабатывать местные же американские деньги. Если этот трюк повторить много раз, за много лет, много раз очень много экспортировать, а потом на эти бабки приобрести актив, так можно постепенно приобрести все в чужой стране. И купить страну. То есть если вы будете слишком активно торговать с другой страной, а та страна будет слишком активно у вас импортировать и ничего не давать взамен, то вы потихоньку-потихоньку просто захватите все в той стране. Ну я имею ввиду, если бы экономика была бы просто идеальной, все бы там продавалось и так далее, конечно никто никогда не отменяет возможности каких-то там дефолтов или военных переворотов или всего остального. Но просто типа Китай потихоньку приобретая активы в другой стране, потихоньку влияет на другую страну и потихоньку начинает контролировать какие-то штуки в той стране. Ну то есть когда у нас в стране происходят западные инвестиции, почему это так напрягает людей, которые вот за железный занавес, против там Америки, Европы и так далее. Потому что типа ну когда западные инвестиции в нашей стране делают у нас что-то лучше, инфраструктуру лучше и так далее. Это также еще и идет как бы с, знаете, с привязанными марионеточными ниточками. Типа когда кто-то из-за рубежа инвестирует в нашу страну, он на самом деле покупает бизнес, с которого потом будет зарабатывать деньги. Ну и зачастую это не бизнес, который будет зарабатывать за счет там создания суперкрутой инфраструктурной ценности, а бизнес, который будет зарабатывать за счет ну какого-то там выкачивания полезных ископаемых, например, да, создания, типа не создания ничего из воздуха. Почему кому-то интересно было бы инвестировать именно в России? Потому что кто-то хочет эксплуатировать то, что есть в России для того, чтобы получать свою прибыль. То есть ты можешь из воздуха создавать какую-то ценность, тебе в принципе нравится где-то делать, да, ты бы тогда делал это в том месте, где тебе это удобнее делать. Ты бы не инвестировал именно вот в какую-то зарубежную историю. Вот, поэтому если мы будем слишком много экспортировать и слишком мало импортировать, то мы сможем на все эти заработанные с экспорта внешне чужие деньги вкладываться в других странах и потихоньку вот получать контроль над элементами какими-то в других странах. А если мы будем очень много импортировать, очень мало экспортировать, тогда получится в итоге, что, ну, иностранцев аккумулируется большое количество рублей, которые они будут обратно вкладывать в нашу страну, что с одной стороны хорошо, иностранцы вкладывают в нашу страну, развивают ее там все такое, с другой стороны, ну, все теперь принадлежит иностранцам, что как бы вроде бы не очень хорошо. Тогда вопрос, вот, типа, Китай, допустим, торгует в США, очень много экспортирует в США, и потом вот китайцы покупают что-то там в США. А как так, типа, США, получается, очень много импортирует, они, получается, раздают потихоньку собственность на финансовые и нефинансовые активы своей страны каким-то иностранцам, это плохо вроде бы, но нет, тут фокус в том, что США при этом еще очень много экспортирует, то есть вот вы никогда не теряете то, что США является очень крупным торговым партнером огромного количества стран во всем мире и продает им просто дофига готовой конечной продукции, покупая у Китая какие-то составляющие или части, или еще что-то, оказывают услуги США очень много, очень многие люди из Америки работают в каких-то международных транснациональных корпорациях, и, типа, таким образом США за границу что-то продает, и, на самом деле, balance of payment в США вполне адекватный, у них не то, чтобы, знаете, слишком много дебета и слишком мало кредита, и они постоянно должны продавать свои финансовые активы, нет, не так. Вот, это платежный баланс, он позволяет рассуждать вот в таких терминах, типа, если вы слишком много будете торговать, то потом это все аукнется движением капитала в обратную сторону, вот так надо об этом думать. Все, на этом данный вебинар подошел к концу, вы теперь умеете оперировать платежным балансом, и умеете оперировать валютными рынками, спросом, предложением на валюту, пересекать их, вот это все делать. Хорошо, так, правильно ли я понимаю, что это то, что я хотел? Дайте мне еще минутку. Мы отдельно разговаривали про BP на вебинаре ESLM, сейчас, кажется, может быть, чуть понятнее стало. Так, так, так. Ну да. Ну да. Ну да. Ну да. Хорошо, да, все. Мы обсудили также фиксированный валютный курс, плавающий валютный курс, ну, мало говорили про плавающий, но, короче, плавающий, это как обычно. Это когда цена на валюту устанавливается на свободном рынке естественным образом. Фиксированный валютный курс, это когда вот государство его фиксирует, минусы фиксированного валютного курса его сложно и дорого поддерживать, плюсы фиксированного валютного курса, это стабильность, во-первых, инфляционных ожиданий. Если вы привязались к какой-то крепкой валюте, например, к доллару, то можно ожидать, что ваша инфляция составит столько же, сколько в долларе, фиксированный курс. Но, соответственно, еще один плюс, это стабильность торговых отношений со страной, к которой у вас фиксированный валютный курс, потому что взаимные цены и все взаимные обязательства остаются всегда на одном и том же уровне, благодаря тому, что вот у вас просто зафиксированный валютный курс. Это имеет смысл делать, если у вас очень плотное торговое отношение с какой-то страной, тогда имеет смысл зафиксировать свой валютный курс по отношению к этой стране, если у вас прям очень много зависит от торговли именно вот с этой внешней страной. Ну и тогда у вас очень плотный экспорт в эту страну, и тогда у вас очень много золотовалютных резервов для того, чтобы поддерживать валютный курс даже в какие-то моменты, когда по какой-то причине ваши граждане очень много импортируют. Все, да, теперь точно все Ну все, супер, делайте тамашку До новых встреч